Вести Карачаева, Черкесия Глава Карачаева, Черкесия Глава Карачаева, Черкесия, вручил государственные награды в день столетия республики. Рашид Темрезов отметил выдающихся деятелей, представляющих самые разные сферы – врачи, экологи, юристы, работники культуры, сельского хозяйства и многие другие профессионалы своего дела, жители, которые внесли вклад в развитие республики. От всего сердца хочу поздравить вас с нашим очень значимым праздником, с Днем Карачаевской Республики. Сто лет круглая дата, за время которой нашими старшими был пройден достойный исторический путь, наполненный яркими событиями, преодолением трудностей и победами. Обретение государственности открыло для наших предков новую возможность для развития, становления нашего региона в составе нашей великой страны и интеграции с другими народами. Благодаря всем поколениям нашего многонационального народа, усердно трудившихся на благо нашей малой Родины, сегодня Карачаево-Черкеская Республика – это стабильный, спокойный и динамично развивающий регион, широким спектром возможностей, серьезной туристической базы и огромным человеческим потенциалом. И все, с чем мы пришли к этому празднику, это полностью заслуга наших жителей, которые всегда много и упорно трудились. Следуя к курсу нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленного на консолидацию общества, повышение качества жизни россиян и укрепление экономики страны, мы делаем все возможное для всестороннего развития Карачаева-Черкесии. Я сердечно благодарю вас за созидательный труд и большую самовдачу. И я уверен, что вместе мы украсим яркими страницами летов из Карачаева-Черкесской Республики, как субъекта Российской Федерации. Сегодня около 30 жителей Республики удостоились почетных званий. Среди них – председатель избирательной комиссии Карачаева-Черкесии Лариса Абазалиева. Рашид Тимрезов вручил Ларисе Хасамбеевне орден за заслуги перед Карачаевой-Черкесской Республикой. Лариса Абазалиева отметила, что это самая большая и важная награда в ее жизни. Вся моя жизнь связана с Республикой. Я уезжала только на время учебы в институте и в аспирантуру. И сегодняшняя награда, наверное, это все-таки итог всей моей 30-летней работы. 20 лет преподавания в ВУЗе, когда я учила студентов любви к истории, к родной земле, к родному краю. 6 лет по работе уполномоченным по правам ребенка, когда мне доверили самое дорогое и самое важное, что есть в Республике – защищать будущее наших детей. И 5 лет деятельности в избиркоме. Это, безусловно, большая честь. Это самая дорогая награда, которая может быть. Награда, полученная на своей земле, на родной земле. Мне хотелось воспользоваться случаем, поздравить своих земляков с нашим красивым юбилеем. Пожелать, чтобы наша республика расцветала, чтобы росли дети, создавались семьи. И на этой красивой, благословенной земле жили счастливые люди, которые никогда не потеряют свою родину, никогда не переживут жизни в изгнании или еще каких-то лишений мира, добра и счастья нашей красивой республики. Следующее поздравление в адрес главы региона и жителей поступило из Солнечного Дагестана. Его направил глава республики Сергей Меликов. Наши народы на деле являются братьями, ближайшими соседями, единомышленниками, которых объединяет очень много. Это и общая история, и взаимная поддержка в тяжелые дни, и общие ценности мира и созидания. Между обеими республиками давно сложилось прочное плодотворное сотрудничество. Убежден, что в дальнейшем вековые связи Дагестана и Карачаева-Черкесии, наши человеческие деловые контакты будут крепнуть и расширяться. Ведь нам предстоит вместе преобразовать наш богатый край, обеспечивать на Северном Кавказе стабильность, безопасность, создавать новые рабочие места, всемирно содействовать благополучию граждан. Дорогие друзья, позвольте мне еще раз поздравить вас со знаменательным событием в жизни республики. Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов во имя процветания родного края и Великой России. Принимаем поздравления из Братской Ингушетии. Многонациональный народ Карачаева-Черкесии поздравил с вековым юбилеем глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Это серьезный рубеж, к которому вы шли, накапливая бесценный опыт сохранения и развития одного из красивейших регионов Северного Кавказа. Сегодня вместе с вами мы радуемся вашим успехам и достижениям в экономическом развитии. Нам приятно видеть, как хорошеет столица Карачаева-Черкесской республики, город Черкесск. Отдельно хочется отметить доброжелательность, гостеприимство и готовность к сотрудничеству, как властей региона, так и местных жителей. Этот фактор особенно важен для укрепления добрососедских отношений, налаживания культурных и торгово-экономических связей. Жители Ингушетии всегда с любовью относились к жителям Карачаева-Черкесии, как и близким им по духу людям. Наши отцы и прадеды ценили дружбу между нашими народами и нам велели укреплять эту связь. Уверен, что мы всегда будем поддерживать эту традицию. Искренне желаю главе Рашиду Тимрезову и жителям Карачаева-Черкесской республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира. Узжигутинский район стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», выиграв 85 миллионов рублей на благоустройство Центрального городского парка. Помимо этих средств район получит на благоустройство финансовую поддержку из республиканского бюджета. О планах по реконструкции парка рассказала заместитель главы администрации Узжигутинского района Светлана Лещенко. Парк разбит будет на зоны. Зона, допустим, для отдыха старшего поколения, для детей, для среднего поколения. Здесь будут небольшие питьевые зоны. И вообще это уже будет совершенно другой вид. Естественно, наши проектировщики, те, которые нам разрабатывали проект, люди, они молодые, креативные, у них свое видение. Они попытались осовременить все это. И, соответственно, были учтены пожелания наши в той части, что мемориальный комплекс – это зона тишины, зона покоя. Здесь поблизости находится храм архистратига Михаила 1885 года постройки. Соответственно, вот эти вот моменты тоже учтены. Три учителя из Карачаева Черкесии поедут на Всероссийский форум классных руководителей. Педагоги со всей страны соберутся на второй Всероссийский форум классных руководителей, который состоится в октябре текущего года в Москве. Учителя обменяются опытом и прокачают свои педагогические навыки. В этом им помогут известные государственные деятели и эксперты. Одним из финалистов стала лауреат конкурса «Учитель года России» 2018 года, учитель математики средней общеобразовательной школы номер один Станицы Зеленчукской Юлия Копалкина. В финал также вышли учитель математики лицея номер 7 Осьджуготы Лариса Ибзеева и учитель ИЗОИ Черчения первой школы Станицы Кардоникской Светлана Белогодова. Всего заявки подавали 64 тысячи педагогов со всей страны. Из них только 1300 учителей прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал. В Карачаево-Черкесии продолжаются съемки короткометражных фильмов на национальных языках республики. Уже завершились съемки четырех легенд – черкесской, ногайской, карачаевской и русской. На очереди съемки абазинской короткометражки. В съемках принимают участие жители республики в возрасте от 18 лет и старше. Все роли исполняют исключительно на национальных языках. Готовые фильмы будут переданы во все школы республики в качестве дополнительных материалов на уроках родного языка, а также показаны в районных домах культуры. Фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса в этом году. В числе победителей оказались две организации из Карачаева-Черкесии. К примеру, благотворительный фонд «Созидание» представил проект видеокниги к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой «Страницы века». Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева-Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Качера. Для этого мы хотим как раз таки создать видеокнигу к столетию Государственной национальной библиотеки Качера имени Халимат Бастиуна Байрамуковой. Всю первую публичную библиотеку основана в 1922 году прошлого века в Станице Батлопашинской, которая ныне-то Черкесской столице, прочее, Черкесской республики. И эта библиотека является ровесницей нашей республики, точнее, ровесницей государственной республики. Она пошла большой и сложный путь развития и отображала, в первую очередь, конечно же, культурную жизнь региона. Долгие годы библиотека была центром культурного развития и обогащения. С появлением интернета, да, ситуация изменилась, но само учреждение по-прежнему символизирует великую русскую, зарубежную литературу и литературу народов нашей республики. Могу сказать, что видеокнига «Страницы века» — это не о библиотеке, точнее, не только о библиотеке, она о долгом, порой трудном, но всегда увлекательном и созидательном пути. Она о людях, сотрудниках, читателях, поэтах, писателях, о том, как много всего связано библиотекой, но главное, она о прекрасной литературе народов нашей республики — русских, кратчаевцев, нагайцев, черкесов и абазин. Абазинский район получил передвижной офтальмологический комплекс, который позволит проводить диагностику зрения и оказывать первичную помощь жителям сельских поселений. В частности, комплекс будет проводить регулярные рейсы по поселениям муниципального образования. Передвижной комплекс оборудован так, что может работать где угодно. Это улучшит доступную и качественную профилактическую первично-медицинскую помощь по офтальмологии сельским жителям. Симптомы коронавируса в новую волну схожи с заболеванием ОРВИ, а пневмония и баронхит стали реже встречаться, заявили ведущие эпидемиологи страны. Для профилактики COVID-19 в новую волну советуют принимать те же препараты, что и при респираторных вирусных инфекциях. При этом вирус стал более заразным. По словам врачей, в эту волну особо распространены четвертый и пятый подвид омикрона. Среди симптомов – насморк, боль в горле, кашель, осиплость, недомогание, потливость, головные и мышечные боли и боли в животе. Иногда заболевание переходит в пневмонию. Но, к счастью, в большинстве случаев протекает легкой формы. Сейчас нет повальной госпитализации, и вирус переносится легче, как ОРВИ. В связи с праздничными мероприятиями в честь столетия со дня образования Карачаева-Черкесии, 7 сентября будет ограничено движение автотранспорта по некоторым улицам республиканской столицы. Об этом сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД МВД по Карачаевой-Черкесии Лилия Гогушева. Уважаемые жители и гости Карачаева-Черкесской республики, в связи с празднованием столетия Карачаева-Черкесской республики, 7 сентября на некоторых улицах республиканской столицы будет введено полное ограничение движения автомобильного транспорта. Проспект Ленина от улицы Кавказской до улицы Умара-Алиева. Улица Комсомольская от улиц Международной до стелы дружбы народов Карачаева-Черкесской республики. Улица Набережная от улиц Ставропольской до Зеленого острова. Улица Международная от улиц Умара-Алиева через улиц Адженикидзе-Тургеневскую до улицы Набережной. Госавтоинспекция республики обращается ко всем участникам дорожного движения заранее продумывать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер северной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18,23, в горах местами 11,16. В южных районах чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесске без существенных осадков ветер северной четверти 4,9 метра в секунду, а столбик термометра поднимется до 23 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. С юбилеем, со столетием Карачаево-Черкесии. Мира, добра и благоденствия. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия.